23 ноября Святая Церковь чтит память преподобного мученика Иоанникия Дмитриева. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает». Преподобного мученика Иоанникия в миру Иван Алексеевич Дмитриев родился в 1875 году в Тульской губернии в семье крестьянина. В течение трех лет Иван ходил на дом к учителю и обучался грамоте. С 12 лет учился портяжному ремеслу. В 17-летнем возрасте отправился в столицу, где устроился в портняжную мастерскую. После смерти матери Иван взял к себе на содержание всю семью – отца, братьев и сестер. Иван рос благочестивым юношей, почти ежедневно посещал храм, читал много духовных книг. Жил в смысле уйти в монастырь и, в конце концов, остановил свой выбор на ските Оптиной пустыни. В 1903 году Иван приехал в Оптину пустынь и после общения с настоятелем, который, увидев высокий духовный настрой юноши, был принят в обитель послушником. Поначалу Иван нес послушание портного в скиту. Здесь, в ноябре 1911 года, преподобный в Арсенофии, старец Оптинский, постриг Ивана в монашество с именем Иоанникий. В 1914 году отец Иоанникий был рукоположен сам Иеродиакона. С 1917 года он был экономом в архиерейском доме у епископа Калужского Феофана Тулякова. В 1918 году Иеродиакон Иоанникий был мобилизован в тыловое ополчение, где прослужил два года. По возвращении в 1921 году был рукоположен сан Иеромонаха. В 1928 году Иеромонах Иоанникий был возведен сан Игумена и определен настоятелем Георгиевского монастыря в городе Мещовске. Уезжая на новое место служения в монастырь, отец Иоанникий получил наставление от правящего архиерея – помогать всем престарелым монахам и монахиням, жившим при монастыре. В 1929 году монастырь закрыли, а на его месте была организована коммуна «Искра». Отец Иоанникий после закрытия монастыря был назначен настоятелем Мещовского собора. Монахи закрытой обители образовали вокруг собора некое подобие монастырской общины с уставными службами в соборе. Они жили по местным квартирам, но все строго выполняли устав. Отец Иоанникий, исполняя благословения епископа, помогал монашествующие братья, и в особенности тем, кто по старости или болезни не мог себя содержать. Монашеская община вокруг городского собора вскоре обратила на себя внимание властей. В это время активно проводилась коллективизация. И священнослужители с монахами власти считали своими первыми врагами, а зная, что это наиболее просвещенные люди, почитали их врагами вдвойне. В октябре 1932 года власти арестовали в Мещовске 19 человек, из них 11 монахов и монахи. Игумен Иоанникий был арестован и заключен в тюрьму города Брянска. Все обвинения следователя он отверг. Тройка ОГПУ приговорила игумена Иоанникия к ссылке в Северный край на 5 лет. По возвращении из ссылки он был возведен в Сан-Архимандрита и направлен служить в Николо-Казинский храм в Калуге. Осенью 1937 года власти арестовали Архимандрита Иоанникия вновь вместе с группой духовенства Калуги. На допросе следователь требовал, чтобы отец Иоанникий признал себя виновным в активной контрреволюционной деятельности. Однако священномученик категорически отказался признавать свою вину и оговаривать других. После допроса тройка НКВД приговорила отца Иоанникия к расстрелу. Архимандрит Иоанникий был расстрелян 23 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле. Преподобномученик Иоанникий Дмитриев причислен к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года. Редактор субтитров А.Семкин